Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Про цветок». С вами Анастасия Гулис, и сегодня я бы хотела рассказать вам о растениях, которые мы поселяем в своем саду и огороде сами, а потом не знаем, что с ними делать. В научной литературе такие растения называются инвазивными, то есть способными самостоятельно заселять территории, куда их, в общем-то, не приглашали. Это потенциально опасные растения, которые легко развиваются в нарушенных местах обитания, а наши сады и огороды, как правило, являются именно нарушенными местами обитаниями, поскольку мы не даем нашей земле отдыхать. Она практически всегда имеет обнаженные какие-то участки, где таким растениям легко и приятно расти. Ряд из этих растений не является особо страшным для нас, и иногда даже появление самосева этих видов является в какой-то мере даже приятным бонусом при выращивании этих видов. Но некоторые представляют серьезную опасность, и такие виды, конечно, лучше несколько раз подумать, прежде чем решиться посадить в своем саду. Начнем, наверное, с не самых страшных растений, а с тех, которые просто способны убегать с наших грядок и с наших цветников. Самыми часто обсуждаемыми дачниками-сорняками являются два вида, которые представляют определенную ценность, как декоративные и как пищевые растения. Это амарант, причем различные виды амаранта склонны к сорничанию. Это и декоративные краснолистные амаранты, это и пищевые амаранты, которые выращиваются на зелень и на зерно. В любом случае при созревании семян, а их созревают амаранты не просто тысячи, а десятки тысяч на одном растении, он способен, одно растение способно заселить полностью весь ваш участок. Поэтому, конечно, если не стоит такая задача выращивать на своем участке только амарант, то следует своевременно обрезать завязавшиеся семена, чтобы не допустить засорения своего участка. Ну а второй вид – это портулак огородный. Это родственник часто выращиваемого садового портулака крупноцветкового, который выращивает ради красивых цветков. Кстати, в южных частях России и на Украине этот вид активно размножается самосевом и тоже может представлять определенную опасность на некоторых участках. Ну а портулак огородный – этот вид во многих местах встречается именно как сорное растение, хотя в Армении и во Франции, в Греции этот вид выращивается именно как огородная культура, используется он в пищу. И почему он и называется огородный? Не потому что он сорняк, а потому что он имеет пищевую ценность. Очень часто цветоводы сталкиваются с тем, что некоторые виды очень эффектные у соседки на картинке при выращивании в саду начинают появляться в совершенно неожиданных местах. Ну, на примере своего собственного сада могу сказать, что когда-то очень давно на заре своей карьеры цветовода я столкнулась с таким прекрасным растением, как горец восточный. Это однолетний высокорослый вид горца, очень эффектный, очень красивый, с поникающими такими соцветиями. Но оказалось, что избавиться от этого растения достаточно сложно. То есть оно поселяется в совершенно неожиданных местах, всюду, где только вот птички пролетели. И одно счастье, что это растение однолетнее. Еще одно неприятное растение из этой же группы – это краснолистная лебеда садовая. Тоже когда-то мне подарили, если можно так назвать, пакетик семян этого растения. Выглядело оно, конечно, эффектно, такое темное, такие яркие листья. Но да, потом оно появлялось везде. Также многие цветоводы, начинающие, сами своими же руками заносят на участок некоторые агрессивные виды кислиц. Чаще всего это кислица рожковая, ее порнолистная форма. Смотрится она очень эффектно, такая невысокая почвопокровная растенница. В чем опасность кислицы? Она мало того, что зимует, при этом у нее растрескивающиеся стручки, из которых семена разлетаются на очень большие расстояния и способны заселять большие пространства. На самом деле вот эти растения относительно безопасны для вашего сада. Если вовремя обнаружить источник заражения, с ними можно легко бороться, потому что большинство из них однолетние, и это упрощает дело. Но есть ряд культур, которые являются многолетниками, и сразу они не показывают своего коварного характера, они не разрастаются так энергично, а начинают завоевывать с пространства шаг за шагом спустя 2-3 года после посадки. Наверняка многие сталкивались с таким видом декоративных растений, как страусник обыкновенный. Это самый распространенный вид папоротников при посадке в саду. Бороться с ним очень сложно. Единственная возможность его ограничить в росте, это сажать в какой-то совершенно ограниченный со всех сторон участок, так чтобы было не меньше 3-4 метров закрытой поверхности земли в каждую сторону. Только тогда он своими столонами не может пробиться и прорасти на другие участки. Также очень популярным в начале 21 века был такой вид, как рейнуртия или горе сахалинские. Растение действительно очень эффектное, смотрится оно бесподобно, его можно использовать в различных имитациях японских садов, смотрится это растение достойно. Но люди, сажая его, не всегда задумываются над тем, что растение это в общем не имеет в нашем климате естественных вредителей, не имеет естественных врагов никаких, и растет оно достаточно быстро, имеет глубоко уходящие подземные корневища и способно размножаться достаточно стремительно. Еще одно неприятное растение, с которым я тоже столкнулась лично у себя на участке, я своими руками принесла вот этого шпиона к себе, это белкопытник гибридный. Весною появляются очень интересные соцветия таких сереневатых цветочков, а после разрастаются огромные такие листья, подобные листьям лопуха. Да, выглядело это все, конечно, очень так эффектно, интересно, до поры до времени. После этого, вот, наверное, прошло года три с момента посадки, я поняла, что тут поможет только раундап. Только раундап, больше ничего. Да, потому что мы этот участок перепахивали. Я пыталась выкапывать корневища. Они уходили в центр Вселенной. В итоге, да, сплошная обработка раундапом, два года пара, и после этого только я посеяла на том участке газон. Так что не несите к себе этого вредителя, потому что бороться с ним нелегко абсолютно. Ну, на фоне белокопытника гибридного, ландыш майский, который часто выращивается как декоративное растение, ну, кажется совершенно милым и приятным растением. Его просто следует немножко ограничивать, потому что, в принципе, он за год способен разрастаться на расстояние до полуметра от края прошлогодней посадки. А вот с хмелем такой номер пройдет достаточно сложно. Это растение тоже многие высаживают, особенно вот есть популярная золотисто-листная форма хмеля. Когда начинаются проблемы с этим растением, а проблема у многих начинается, поскольку хмель очень часто вызывает аллергические реакции. Аллергические реакции при соприкосновении с листьями, при соприкосновении с побегами, начинаются симптомы, похожие с крапивницей. Сыпь, зуд очень сильный и может даже отекать руки. Поэтому, когда начинают люди пытаться вывести со своего участка хмель, тут оказывается, что это не так просто сделать, как было сделать посадку этого растения. И, в принципе, с хмелем, наверное, лучше всего справляются, к сожалению, только гербициды. Выкопать его очень сложно, корни уходят очень глубоко, они разветвленные, легко обрываются в земле. Это растение из разряда хрена. Хрен наверняка. Кто-то сталкивался с тем, что вывести его с участка очень сложно. Вот хмель приблизительно из той же оперы. Есть еще такие виды кустарников, которые способны расти несколько непредсказуемо на нашем участке. Но первая из них – это так называемая малина-клубника. На самом деле, никакая она не клубника, точнее, она малина. Малина соблазнительная. Плоды у нее похожи на плоды клубники, земляники. По вкусу они достаточно странные, но многим хочется попробовать новинку на своем участке. Вот, пожалуй, этого делать не стоит. Лучше купить стаканчик ягод у людей, которые ее выращивают, попробовать успокоиться и не сажать этого растения у себя никогда. Потому что она также имеет очень такие длинные ползущие корневища, легко обламывающиеся в земле и способны восстанавливаться даже от маленьких кусочков корневища. Люди, которые продают это растение, это просто вредители. Есть еще такие кустарники, которые были популярны в начале 20 века. Они встречаются очень часто в заброшенных усадебных парках, в старых довоенных парках. И, в принципе, сейчас появились даже сорта этих кустарников, которые якобы отличаются менее агрессивным ростом. Но насчет менее агрессивного роста следует еще доказать на самом деле это. Есть такой вид малины. Малина душистая. Она действительно очень интересная, красиво цветет. У нее такие розовые ароматные цветки. Но плоды у нее невкусные. Красивый лист такой крупный. В принципе, она выглядит очень интересно. Но это растение только для очень больших участков. На 6 сотках, даже на 10 сотках места ей нет, поверьте. Также часто высаживают такой вид кустарников, как рябинник рябинолистный. Этот вид очень шустрый. Способен расти в сильном затенении. Способен расти при недостатке влаги. При недостатке питательных веществ. Разрастается просто стремительно. Несмотря на то, что он очень интересно смотрится в момент распускания листьев. Несмотря на то, что у него приятные такие светлые ароматные соцветия. Вот, пожалуй, не стоит сажать его у себя. Еще одно растение, которое, на мой взгляд, это просто лидер растений, которых не стоит иметь в саду. Я понимаю, что многие не согласятся с этим. Но это мое мнение. Это такой вид, как сумах оленерогии. Или уксусное дерево. Все просто восхищаются его красотой, когда видят впервые. Красивые перистые листья, которые в осеннее время окрашиваются в очень яркие пурпурные тона. Интересные соплодия в виде таких малиновых, вишневых шишечек пушистых. Сами побеги такие мохнатенькие. Действительно похожи на рожки молодого оленя. Да, растение красивое. Но мало того, что оно очень часто вызывает аллергию, а способно спровоцировать приступы астмы у людей, которые ей страдают. Это растение совершенно неконтролимо разрастается на вашем участке, на соседних участках. Оно способно давать отпрыстки на расстоянии до 8 метров. То есть, поверьте, вам этого не надо. Особенно оно этим страдает, когда вокруг него земля повреждается. То есть, вы выкапываете какие-то сорняки, или он у вас растет, этот сумах, на участке с какими-то цветами. Проводите прополку, пересаживаете растение, повреждаете поверхностные корни сумаха, и в ответ он начинает расти совершенно неконтролируемо. Пожалуй, на сегодня хватит страшных историй про растения, которые способны захватить ваш участок и выгнать с него все остальное. Если будут у вас какие-то вопросы в комментариях, я с удовольствием отвечу на них. С вами была Анастасия Гулис. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания.